всем привет пока у меня там перец варится расскажу вам отдельное видео что у нас произошло муж сейчас на больничном опять короче этот ход прям надо как-то перестроиться на нас настроиться на хорошую на хороший лад и возможно все поменяется всем нам вообще всем всем мире так значит произошло такая штука мужа моего болела вот ну когда я начну рассказывать вы догадаетесь приблизительно что болела вот короче так как у него сидячий образ жизни геморрой мы уже прошли трещины все остальное так как у него не не то что сидячий мы очень активные ну довольно таки активная семья но работа сидячая часто за рулем вот и вообще не никогда не было проблем но он был у директора на день рождения и у него короче они там купались потом шли в дом опять шли купались короче и шорты все время мокрые были он как он чувствует что в этом причина в принципе есть потом они там орали тогда у него горло захрипло он заболел очень сильно у него начался гайморит потому что был кондиционер он спал под кондиционером после того как накупался целый день и там выпивали они виски короче говоря холодный дом короче все это наложилось и ну болел он потом я болела мы уехали отдыхать потом я опять заболела на море до сих пор я выздороветь не могу вы знаете многие вот кто смотрит меня короче говоря у него болела ныло типа как воспаление он сделал колоноскопию вроде бы по колоноскопии там по кишечнику ничего такого не было вот но мы стали подозревать что там с мочеполовой системой какая-то фигня короче говоря у него получается поднялась температура 38 он температурил ночью ему было плохо он потел утром он не смог сходить по маленькому и ему стало плохо мы пошли к врачу узкому и врач посмотрел и сказал нужно срочная специализация это как острая форма заболевания но сказал перед этим надо сделать узи мы поехали на узи на платное в диагностический центр вот врач посмотрел почки сказал что с почками вроде ничего страшного нет но нужно посмотреть дальше нужно наполнить мочевик мы пришли купить водичку в аптеку муж говорит мне холодно стало перед этим ему сказал стал куртку в машине кепку там ну уж лишнего не было короче говоря мы пошли он пошел в машину одевать куртку я осталась в аптеке его долго нету выхожу на улицу он стоит его трусит на крыльце а крыльцо там все в камне ну неважно везде понимаете везде камень бетон ступеньки я говорю давай быстро внутрь потому что упадешь еще ну смотрю что его трусит но я думала это может быть от волнения какого-то может типа как у меня знаете эти приступы панические атаки короче мы зашли в здание я его посадила быстро и он мне нужна помощь я дышать не могу а я смотрю у него губы синие нос синий пальцы синие то есть для меня это по сердечный приступ пост но в резке да как бы удушья он горит я дышать не могу он вдохнуть не может у него начались судороги его вот так вот сжимала сжимала скулы руки в ноги все я пошла на ресепшн там где оформляют эти оформляют направление больных я говорю девушка помогите у вас есть помощь оказать а у нее стул поломался там вот этот двигающийся она говорит что я не понимаю что вы говорите тут муж скакивает говорит помогите мне плохо я сейчас умру и она бегом набирает номер короче в этом здании в диагностическом центре киева это на минском массиве там есть мрт и кт и там есть анестезиологи оказывается потому что они же делают контрастное вещество вводят да и по моему детям еще делают наркоз когда делают кт мрт если не ошибаюсь ну короче люди там есть анестезиолог врач и они на тележке выезжают с кислородом короче с чемоданчиком забирают мужа туда вот к мрт туда в кабинет себе на меня кричат меня выгоняют короче говоря он весь трясется у него судороги они не понимают что произошло спрашивают куда вы пришли что произошло короче они понимают подозревали что у него абсцесс они думали что у него лопнул где-то гной вот и и что пошел гной в кровь и нужно срочно короче они не могли его они так долго его спасали я думала это все мне так было страшно мне никого рядом не было вы не представляете как не было тяжело и страшно так хотела хотя бы чтобы дети были рядом я позвонила сразу своим детям одному и второму старшему дочка еще не уехала на учебу я сказал не едь будь рядом сыну сказала возвращайся обратно позвонила маме своей сказала что дети привезут приведут скорее всего малую домой ничего не поменяется вот к ней мама тоже была далеко занята в этот момент как раз дела у нее были важные короче говоря где-то час у него были эти судороги а вот кололи ему там капельницы уколы и все остальное приехала скорая нас повезли на петра запорожца в больницу а нефрологию нет бурологию приехали мы туда там рай сказал так чего паритесь говорит боже молодой парень здоровый что вам такое написали что прям чуть ли не в реанимацию нам еще в скорой сказали а скорой померили температуру у него было 40 температура представляете температуру сбили и не врач риту молодой парень что у вас случилось я говорю такое так он это это обычные колотушки так два варианта либо там опери операция будет сейчас срочная либо там если там блок почек он сказал еще какая-то там фигня и не запомнила либо же короче будем дальше смотреть короче мы сдали там мочу кровным долго результат мы ждали потом мы ждали когда на узи он освободится сделал нам узи и он посмотрел слава богу почки блок почек не было блока почек значит воспаление почек ставят ему хронически нет и хронически острый пилонефрит то есть инфекция с мочеполовой системы попала резко в почке и выброс был в кровь из-за этого был приступ кровь загрязнилась резко и вот этот был приступ у него сильный вот скорее всего что когда он был у врача врач ему там что-то надавил мы так предполагаем и что-то там пошло вовнутрь но врач сказал я могу вас конечно положить в больницу но если вам была операция нужна другой вопрос а так как тут не надо слава богу ничего делать то он говорит я вас не положу потому что всех кто с температурой девочки мальчики слушайте меня всех то есть температура сейчас ложат коронавирус коронавирусное инфекционное отделение а там как вы понимаете все лежат с коронавирусом вот коронавирусом можно заразиться повторно хоть мы и болели ничего не имеет значения и я не хочу извините болеть это у вас вот поэтому он говорит я вам не рекомендую потому что то лечение которое можно его можно спокойно дома проходить а там вы заболеете по любому другими болячками и ничего хорошего не будет вот я что я видео снимаю короче выписал врач лечения выписал лекарства выписал те антибиотики которые я пила на море они заменяют цифтриаксон вспомнила они заменяют цифтриаксон покажи мне антибиотики у те вторые дам не эту коробку все вот вот эти они говорят что вот эти антибиотики что на море мне их выписали выписывали они заменяются в три акции это кому нужно я показываю потому что цифтриаксон очень болючие антибиотики его колоть надо он очень болючие большие ампулы супраксолютаб вот такой вот и я его пила потому что мне тоже выписывали этот антибиотик колоть и вторую ну это я второе не знаю даже не читала плюс я уже показывала не сил вот и все пока классно я видео про другое рассказываю про папу поэтому тут телефон вообще не в тему зайка вот ну и так и слава богу все завершилось мы потом машину же бросили возле там диагностического поехали на минский массив вернулись и я спросила врача может ли он ехать за рулем говорит потихонечку может вот и муж уже второй день вот это лечится даже можно сказать третий день дома так что такие вот произошли у нас изменения нашей жизни очень много людей болеет кстати коронавирусом очень много и в школе у нас в классе не в нашем классе там параллели есть больные и короче только где-то ребенок заболевает сразу закрывает класс на коронавирус ну вернее на дояснение короче вы поняли куда закрывает . было два дня дома ну что там девочка заболела температурой ну тесты видно сделали не подтвердились так что такие дела кстати видела у самуэла эти тесты которые на коронавирус и скорее я хочу посмотреть сколько они стоят если кто-то знает сколько они стоят и действительно ли это те тесты то напишите мне пожалуйста ну надеюсь с мужем все будет хорошо вот и да будем лечиться никогда проблем у него не было пару лет назад мы ходили к такому врачу ему сказали у него все хорошо теперь видите как произошло скорее всего что повлияло сидение на работе и вот это вот вечеринка на которой они висели вот то что там был холодная вот он после этой вечеринки принципе стал плохо себя чувствовать у него и гайморит был когда никогда у него мужа не было и стала ныть у него вот поэтому вот так вот такие пироги ой ну что будем держаться вот ужасно неплохой сон опять приснился сегодня второй раз до этого мне змеи снились вот я думала другого рода будут неприятности но видите как со здоровьем маму моей тоже было два дня температура а потом все прошло вроде бы как на поджелудочную потому что мы уже испугались вот так ну что мужу моему моему здоровья и вам всем здоровья желаю всем вам вашим семьям вашим мужьям деткам мамам вот всех вас люблю целую не болейте всем пока спасибо 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 спасибо